Ну что ж, всем большой привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем походы по Крисропу. Блин, кто так называет планету? Вот я не понимаю. Ну ладно, посмотрели мы в этом углу, ничего там нету, возможно, есть в других углах, сейчас мы это будем оценивать. Итак, наша задача прогуляться еще немножко вот сюда вот. По-моему, там даже что-то есть, я вот там определенно что-то вижу, вот там вот, сейчас мы туда и прогуляемся. Так. Да-да-да, там определенно что-то, что-то есть. Как говорится, не зря я туда поехал. Так. И что же это у нас здесь такое? Находка. Это группа сборных домиков хозяйственного назначения имеет явно обветшалый вид. Следы вездехода ведут к горному хребту на юго-западе. Ага. Ну давайте на всякий случай проверим, может там внутри что-то есть или что-то осталось. И да, я был прав, здесь действительно что-то осталось. Отлично, низкая дешифровка, дробовик, тяжелая броня, гладиатор даже дали. Я не помню, гладиатор, по-моему, довольно неплохая тяжелая броня. Сейчас мы посмотрим. И да, и нет, просто покажу как выглядит. Выглядит гладиатор вот так, это очень классно выглядит на самом деле. Мне еще и нравится, но я думаю, что мы все-таки возьмем нашу стандартную броню, из-за того, что у нас будет здесь больше щитов. И в принципе нам не особо важно, как мы будем выглядеть. Так, контейнер. Забрать все, почему нет. Так. Улучшение брони экзоскелета, улучшение брони. Отлично. Надо потом будет глянуть, что поставить. И там у нас, по-моему, ничего нету, да? Да, там у нас ничего нету. Вот такие места надо изучать почаще, потому что, если их не изучать, то мы с вами просто не сможем ничего интересного найти. Нет, стоп. Там можно еще дальше проехать, да? А чтобы проехать еще дальше, мы с вами воспользуемся нашим замечательным Мако. С помощью которого, собственно, и пропутешествуем в ту сторону и убедимся, что там ни хрена абсолютно нет интересного. Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Как весело падать с этой горки. мать твою налево так тихо чё-то мне кажется что я зря спускаюсь вниз но почему бы это не сделать все как говорится ради вас и чтобы вы узнали если здесь вообще что-то интересное стоит ли вообще сюда ехать насколько я полагаю здесь ничего интересного нету но проверить все равно стоит потому что всякое бывает мы не можем на сто процентов быть уверены что там ты или там-то ничего нет естественно я уже говорил о том что можно конечно использовать уже созданные так сказать карты этих планет но такое я как говорится не вижу в этом особого смысла так нам нужно как-то с вами подниматься повыше для этого мы воспользуемся естественно нашим маком будем надеяться что его хватит мощности у него давай 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 хотя бы под углом давай отлично под углом справились под углом я говорю давай давай под углом давай 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 успеешь отлично великолепно О-о-о, я не ожидал, что здесь такой Спуск Так, Юстону даст проблема Мы все время падаем вниз Так, забирайся уже Эть Все это для того, чтобы вновь упасть вниз Ты серьезно? Ладно Что у нас находится вот здесь? Какие-то скопления аномалий Там аж целых две или три Надо обязательно разведать это место Естественно, я не буду разведывать вот это место Потому что у меня нету недостаточно технических навыков Мы не инженеры К сожалению, надо было на самом деле, наверное, начинать с инженера В принципе, инженеры развиваются до того же, что и обычный солдат Но единственное, по-моему, инженеры не могут носить тяжелую броню В связи с этим они менее живучие По крайней мере, насколько мне не изменяет память Так, так что же у нас здесь такое? Аж целых два Чего-то Обломка Итак, обломки Исследовать давайте Как здесь все запущено-то Найдена турианская эмблема Под маяком вы обнаружили металлический обломок Появляющийся, по всей видимости, частью очень старого грузового корабля Он был отмечен эмблемой базы Мацицин Мацицин Или... Ну, в общем... Да Окей Сломанный шахтерский транспорт Находка Последняя часть вездехода повреждена в результате... Передняя часть вездехода повреждена в результате столкновения Одного взгляда внутрь достаточно, чтобы понять, что пассажиры бригады... Что пассажиры бригады шахтеров-нелегалов мертвы Обломки по-прежнему оседают Не издавая при этом ни звука В почти отсутствующей атмосфере Вот такие вот дела Ну, собственно, мы читали как раз о таких случаях Поэтому ничего сильно удивительного Я не думаю, что мы здесь прям заметили Что ж, давайте убираться отсюда, дорогие друзья Пока мы, правда, так и не нашли ничего полезного в виде ископаемых Мне почему-то кажется, что ископаемые здесь есть Но они от нас хорошо спрятаны Так, а нам нужно в итоге вот сюда вот пройтись, да? То есть мы сейчас вот такой крюк сделаем Хорошо Да-да-да, я знаю, что я очень долго путешествую по планетам Но, блин Зато у меня теперь много денег Как бы и нет особых проблем с финансами Благодаря тому, что я, соответственно Путешествую таки по этим планетам Иначе здесь просто не накопить на хорошую броню и прочее подобное Ммм, кстати, насчет брони А ну-ка, Гарус Где ты у нас? Гарус, Гарус, Гарус Так, первая помощь Так, где у нас здесь тактическая броня? Ага, используют среднюю броню А, он только среднюю, он не может тяжелую использовать Черт, я забыл Я забыл Хотя нет, стоп, он может среднюю броню использовать Но мне это надо, по-моему, в настройках отключить Чтобы было автораспределение Обучение Включить подсказок нет, это не то Так, игра Автосохранение субтитра использовать умение Отрядами включено Точность так Автораспределение выключить Вот Я сделаю ему, чтобы он использовал броню И тогда уже будем нормально работать с этим делом Так, давайте прогуляемся Здесь еще немножечко Я думаю, что есть в этом небольшой смысл Я, кстати, почему-то shift вообще не использую Хотя мог бы Ну ладно Ох, мать твою Падла, что ж так пугать-то? Я чуть не обгадился Боже ж ты мой В тот момент, когда, знаете, вы реально чуть не обгадились Ну пошел ты Вау Ты че мне тут с разных мест вылезаешь, гадина Ха Не смей мне тут вылезать Вылезает он тут Ишь ты Развылезались тут всякие Так, ладненько Едем на гору Все же И в ту сторону потом По хребту Ай Ай-яй-яй Ай-яй-яй-яй А, то есть тут обрыв, да? Ну, точнее Облом С поездкой по хребту Как же нас закрутило-то, а? Так, ладно Ну, видите, халявный опыт зато получили Вот кто знал, что здесь есть молотильщик А он здесь есть Мы его убили Получили за него халявный опыт И он сам на меня напал Так что я не виноват в истреблении молотильщиков А вот это уже интересно Мы нашли что-то враждебное И это что-то враждебное уже стреляет по нам Наемники, адепты А ну-ка Проверим-ка Так Ничего здесь интересного нету Ну, они сами виноваты Что они начали в нас стрелять Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Я мог с чем-то повзаимодействовать А, видимо, это да Один из моих ребят же просто мог сзади находиться Все верно Так, ладно Хотя я предположу, что Как вариант, здесь все ресурсы были добыты Подумал я Но оказалось, что нет И мы тут же нашли ресурсы Пойдем его Искапывать Искапаем это ископаемое Так Что же ты такое? О, драгоценный ресурс А ты у нас уран Короче, детей у нас однозначно не будет Учитывая Всю веселую Обстановку с ураном Хотя Чисто в теории Наш костюм от этого спасает Но Я не уверен После вас, Шепд Хорошо После Шепд Это Шепард Давай, забирайся уже Ну Чуть-чуть осталось Ну Давай Отлично Итак Совсем скалистая планета Тихо Тихо Твою налево Не хочу я туда падать Вообще Никакого желания нет Нет Это, конечно Не полный обрыв Но Да куда ты? Тихо Тихо Давай Давай Ну Давай Ну чуть-чуть Ну Давай 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 Отлично Так Мака Хорош Шутки шутить Давай уже аккуратно Съезжай вниз А то по обрывам Мне тут ездят Ишь ты О Еще ресурсики Так как мы уже Близки к краю Думаю, что это Наверное Последние ресурсы На самом деле нет Но Хочется верить Ладно Надеюсь Нас сильно не будут Атаковать На всякий случай Включим Быстрое Сохранение Ну и нас как бы никто и не атакует Собственно Выходим из мака И пожалуйста Месторождение Злата Крупное Показывайте путь Да показываю я Так Почему-то мне кажется Что нам нужно Потом будет Вот туда попасть Но пока что Туда попасть Не получится Давайте здесь Посмотрим Если здесь что-то Интересное Снизу по-быренькому Вроде бы нету Но Сейчас глянем С этой стороны Нет там только Полу такой танк Как бы И вот мы Заходим К не очень-то Хорошему человеку В гости Это частный комплекс Посторонним вход Воспрещен Мне нужно поговорить С главным Это очень важно Отец Кайл Больше не хочет Связываться с Альянсом Я хочу Чтобы все Закончилось мирно Если мы с ним Не встретимся Могут погибнуть люди Мы не позволим Вам увезти Отца Кайла Он нас защищает Он нам нужен Альянс Хочет чтобы кто-то Ответил за эти убийства Позвольте мне Поговорить с майором Кайлом Возможно мне Удастся спасти Ему жизнь Подождите Отец Кайл Поговорит с вами Ступайте в здание В дальнем конце строения Он вас встретит Ну что ж Ну и теперь Либо нас убьют Либо мы Спасем Отца Кайла Тут как бы Вариантов Всего Несколько Как вы думаете Какой из этих Вариантов Ждет именно нас Тут куча биотиков Биотик фанатик Как вы видите Так что особо Веселиться здесь Лучше не надо И нам естественно Надо идти Вот в ту сторону Так что Но биотики Тут на самом деле По-моему Не очень сильно вооружены Единственный Большой Минус для нас Это то что Они биотики То есть они нас Будут фигарить силой Нежели Как-то по-другому Здесь биотики В безопасности Я вовсе Не против того Чтобы Все у них Было хорошо Поэтому Только за И надеюсь Что так оно и будет Ну а пока что Пока что Все будет хорошо Отец Кайл говорит Что биотики Должны держаться вместе Пока что Все будет хорошо Все будет хорошо У всех Прогуливаемся Как обычно Везде и всюду Ничего не находим Интересного Значит просто Идем вниз И открываем там Дверцу Которая там есть Отец Кайл говорит Что биотики Должны держаться вместе Ну я согласен В принципе Почему не Да пропусти Это ее поросоты На нас смотрят Как на уродов Только потому Что мы биотики Ужас Я на вас Так не смотрю Ребят Так Набор улучшений Взять Несправный контейнер Взять В принципе Здесь Ничего нету Здесь куча его Ребят Мы могли бы Попасть сюда И Перебить их Но мы бы не попали Тогда по моему Как раз К отцу Кайлу Этому Поэтому Такое По моему Я вылетел Черт Так Прошу простить В общем Я не вылетел Я не знаю Просто игра Очень дико залагала Поэтому Хрен его знать Что там было И вот нам Открылся Проход Туда Куда я говорил Там Находится Отец Кайл Могли бы Конечно Перебить Всех биотиков Которые Находятся Внутри Но зачем Нам это Делать Мы Все таки Амирные Герои Так сказать Заходим Внутрь И естественно Здесь уже Внутри Сохраняемся Здесь тоже Куча Биотиков Можно с ними Конечно же Потрандить Но особого смысла Я в этом не вижу Карта местности Здесь Простая Нам нужно Вот сюда Но Вначале Мы можем Зайти вот сюда Посмотреть Что там вообще есть Ну и попутно Прозыскиваю Я не знаю Какие-нибудь полезные Интересные вещи Которые здесь Могут находиться Которые мы можем Обыскать Забрать себе Что-нибудь Интересное Типа Как панацелин Например Отец Кайл Говорит Что биотики Должны Держаться Вместе Извините За полное Вот такое Исследование Местности Но Поверьте Здесь попадается Часто Много Очень интересных Вещей Которые Собственно Мы и надеваем А так как Я особо Не покупаю Как вы уже Могли заметить Различные Предметы То есть Различное Оружие Или броню Я их Нахожу В основном Все-таки Вот в таких Контейнерах Поэтому Лишний раз Не лишним Будет заглядывать Вот такие места Так Перед тем Как идти К отцу Мы конечно же Сохранимся Но Биотик Биотик Ладно Набор улучшений Отлично Пятый уровень Уже улучшений Пошел Так Несправный Контейнер Попытайтесь Попытайтесь Забрать У нас Отца Кайла Закончите Так же Как и Те солдаты Альянса Ага Вот значит Кто Убил Всех Солдатов Альянса Солдат Точнее Я майор Кайл Я знаю Зачем Вы прилетели Я не хочу С вами Ссориться Оставьте Нас В покое Что Случилось С офицерами Альянса Которые Прилетали До меня Они Хотели Увести Меня Отсюда Хотели Чтобы Я бросил Это место Чтобы Я бросил Свою Семью Они Богохульствовали Я сделал Все Чтобы Их Смерть Была Быстра И Безболезненной Но у меня Не было Выбора Я должен Был Защитить Своих Детей У них Нет Никого Кроме Меня Альянс Прислал Меня Арестовать Вас Майор Неужели Вы не Видите Что Ситуация Вышла Из-под Контроля Из-за Вас Ваши Последователи В опасности Я уважаю Ваше Желание Решить Все Мирным Путем Но Я не могу Так Поступить Если Вы Заберете Меня Мои Дети Будут Приказали Детям Убить Офицеров Альянса Вам Придется Ответить За свои Действия Вы Правда Хотите Чтобы Ваши Дети Отвечали За грехи Отца Нет Это Я Виноват Мои Дети Невиновны Они Чисты Пожалуйста Я Не хотел Чтобы Так Получилось Я Мне Жаль Майор Вы Поступаете Правильно Так Вашим Детям Будет Только Лучше Пойдемте Стойте Если Мои Дети Увидят Как Вы Уводите Меня Они Этого Не Поймут Они Нападут На Вас И Вам Придется Их Убить Капитан Вы Показали Мне Что Я Был Неправ Теперь Мне Нужно Время Чтобы Объяснить Это Им Иначе Они Не Поймут Пожалуйста Дайте Мне Еще Час После Этого Я Встречусь С Офицерами Альянса У ворот Моего Убежища И Сдамся Без Сопротивления Даю Слово Я Вам Поверю Но Если Вы Меня Обманете Пострадаете Не Только Вы Но И Ваши Дети Я Не Обману Вас Капитан Спасибо Вам Ваш Пилот Может Вызвать Патруль Альянса Чтобы Они Забрали Майора Кайла Надеюсь Шепард Вы Знаете Что Делаете Вам Следует Вернуться На Нормандию И сообщить Альянсу Желание Кайла Сдаться Они Вышли Корабль Чтобы Взять Его Под Стражу Вот Такие Вот дела Дорогие Друзья Я Сдам Альянсу Ждите Меня Через час За воротами Укрытия Даю Вам Слово Ваш Пилот Может Вызвать Патруль Альянса Чтобы Они Забрали Майора Кайла Надеюсь Шепард Вы Знаете Что Делаете Конечно Я Всегда Знаю Что Я Делаю Только Зачем Было Повторять Этот Гребанный Диалог Еще Раз Ну Ладно Так Давайте Уже Тогда На Выход Собственно Мы Решили Все Сделали Мирным Просто Пришли Поболтали Попили Чайку Не знаю Там И На этом Собственно Все Быстро Решилась Миссия Никаких Особых Проблем У нас Здесь Не Возникло В принципе Я Помню Мне В первый Раз Когда я Проходил Эту Миссию Не Хватило Для Мирного Диалога Геройства Так Я Не Проходил Особо Ничего В связи С чем У меня Были Небольшие Проблемы С убийством Всех Этих Биотиков Поэтому Такое Причем Я даже По-моему Вот в это Здание Не смог Нормально Войти Меня Уже Там Подстерегали Ребята И сказали Что Если Ты Сюда Попадешь Мы Тебя Убьем Я Так Окей В общем Как-то Вот так Все это Вышло Не Очень Приятно Это Было Но Как Есть Поступило Сообщение Соединяю Капитан Это Адмирал Хэккен Ваш Пилот Только Что Передал Мне Рапорт По делу Майора Кайла Мы Послали Команду Как Вы Сказали Последователи Кайла Разбежались Сам Майор Знал За Властям Мы Проследим Чтобы Ему Помогли Честно Говоря Шепард Я Думал Что Все Это Закончится Кровавой Бойней Не Знаю Как Вам Такое Ладно Сделали Еще Одно Хорошее Дело Почему Нет Больше Здесь Ничего Интересного Нет Так Предел Кеплера Были Туманность Армстронга Были Скопление Вояджера По-моему Тоже Были В Коричневом Море Мы Не Были И Да Я Буду Сначала Изучать Именно Те Которые Без Основных Вот Этих Миссий Поэтому Поехали Первым Делом Мы Отправимся На Матано И у нас Здесь Есть Много Планет Супай Супай Имеет Строение Ледяной Карликовой Планеты Но Является Необычно Большим Для Подобного Тела Супай Угружен Крайнер Разряженной Атмосферой Из Криптона И Ксенона На Его Холодной Поверхности Часто Встречаются Залежи Калия И Легких Металлов Результат Криовулканических Процессов Ледяная Поверхность Супая Часто Используется Проходящими Торговыми Судами Как Источник Воды Когда Альянс Начал Колонизацию Участки На Орбите Супая Были Размещены Спутники Автоматические Взымающие Платы За Получение На Поверхности Воды С Любого Корабля Приземлившегося На Планету Так У корпорации Экзегений Часто Возникают Трудности С Обеспечением Работоспособности Этих Спутников Они Часто Случайно Выходят Из Следующая Планетка Иллапа Водородно-гелевый Газовый Гигант Атмосфера Которого Имеет Необычно Рубиновый Оттенок Из Содержащейся В ней Примесей Планета Имеет Более 120 Спутников Что Близко К рекорду Когда Начнется Полномасштабное Освоение Часки На Иллапе Будет Развернута Инфраструктура Подоброчи Гелия Три Основной Источник Основной Точкой Самый крупный Спутник Газового Гиганта Канерая Вот Как-то Вот так Иногда Бывает Все-таки Сложные Названия Читать Но Окей Апо Скалистая Планета Покрытая Базальтовыми Горами Вулканического Происхождения На которой Не прекращается Геологическая Активность Вулканов На поверхности Немного Но перемещение Литосферы Плит Постоянно Становится Причиной Образования Новых гор Разрушения Старых А также Слой Апо Содержит Азот И ураганный Угарный Газ Из-за Постоянных Землетрясений И оползней Осуществлять Посадку На планету Не рекомендуется Заваленные Камнями Обломки Несколько Исследовательских Кораблей Служат Немым Но убедительным Доказательством Геологической Нестабильности Планеты На частку Мы можем Приземлиться Отлично Значит Посмотрим Что у нас Есть на Инте Инте Планета Земного Типа Атмосфера Которая Содержит Аммиак И гелий Поверхность Состоит Большей Частью Из Оксида Натрия Случаются Залежи Магния Ввиду Небольшой Плотности Одна Сторона Планеты Постоянно Обращена К Матану Инте Ничем Непримечательная Планета Находясь Системе Патрульные Корабли Альянса Сканирует Ее На предмет Присутствие На поверхности Пиратских Кораблей Больше Никакого Внимания Она Не Привлекает Часка Часка Это крупная Планета Малой Плотности В сущности Похожая На Соседнюю Планету Индия Как и В случае С Инди Одна И та Же Сторона Часки Всегда Обращена К Матана Из-за Чего Температура На ней Чрезвычайно Высока На противоположной Же Стороне Всегда Царит Холод В районах С умеренным Климатом Находящихся Вдоль Терминатора Держится Температура Около Тридцати Градусов Цельсия В сочетании С азотно-кислородной Атмосферой Эта узкая Полоска Пригодной Для жизни Территории Позволяет Землянам Вести Органическую Колонизацию Ограниченную Точнее Колонизацию Кольцо Часки Является Уникальным Представляя С собой Массивный Образец Инопланетного Искусства Оно состоит Из небольших Частичек Из искусственного Материала И практически Невидного Из космоса Кольцо Отражает Свет Матана Создавая На поверхности Планеты Причудливый Рисунок Данные О том Кто и когда Создал его Отсутствуют Часка Находится На ранней Стадии Освоения На поверхности Присутствует Лишь Несколько Групп Исследователей Они занимаются Сбором Информации О возможных Опасностях И экологии В то время Как на земле Происходит Набор Колонистов Население Всего 150 Человеков Естественно Мы берем Наших Стандартных Ребят Поехали Да Почему нет Нам не жалко Итак Что нас здесь ждет Гражданское здание Гражданское здание Научный комплекс Обломки И аномалия Пройдемся Сначала Вот сюда Для этого Нам нужно будет Забраться На гору А потом Уже По той стороне Ну в общем Вы поняли Так Надеюсь Я смогу Забраться На эту Отвесную скалу Ну как Отвесную Самую Малость Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля И не зря Я туда Решил Забраться Прям Чуйка Помогла Ай 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 Боже ж ты мой Как же здесь Все хреново-то А зачем Ты так упал Мака Ну зачем Мне ж теперь Отсюда выбираться Так Тут момент Когда ваше Транспортное средство Очень хреново Перемещается По всему Что здесь есть И самое обидное Что он не может Пролететь Как бы Более или менее Прямо Ну то есть Может Но Не на такое Расстояние Чтобы мне хватило Нормально Зацепиться За что-нибудь Ладно Что мы здесь нашли Мы нашли Огромное месторождение Палладия И довольно быстро Его Собственно Добыли Скажем так Получили кучу Опыта Получили Немножко денег Вижу Еще одно Месторождение Что не может Не радовать Вообще Здесь красиво Кстати Мне нравится Ладненько Причем Месторождение Находится Прямо У самого Края С границей Что свидетельствует О том Что нужно Все-таки Изучать Именно Границы Всего И вся Не только Так Встань уже ровно Пожалуйста Спасибо Ну Это более-менее Чем ровно Месторождение Плутония Не шибко Большое Но Мне и этого Как говорится Хватит Тем более Что денег Мы получаем Одинаково За Добычу Того Или Иного Месторождения Ага Нам в обратную Сторону Да Ясно Понятно Да Да Я сначала Хочу В тот угол Проехаться Потом В этот Угол Проехаться И только Потом Поехать Уже Вниз К людям Надеюсь Что 150 Шилайк Населения Смогут Мне Объяснить Что же Здесь Интересно На планете Происходит И вообще Как происходит Скажем так Колонизация Для добычи Последствий Гелия Так Я надеюсь Я смогу По вот этому Краешку Проехаться Аккуратненько Не выезжая За пределы Нашей карты Так Мы уже умудрились Сломать колесо Чуть-чуть Мне нужно Заехать На эту гору Я понимаю Что я выезжаю За пределы Нашей карты Но иначе Я не смогу На нее заехать Так Хотя у меня Почему-то Такое чувство Что здесь Ни хренашеньки Вообще нет Это может Конечно и есть Но Так Заезжай Я знаю Что ты Могешь Это сделать Но Я оказался Прав Здесь Таки Вообще Ни хрена Нету Ладно Впрочем Есть смысл Поехать сразу К ученым Фиг с ним Не буду особо Тратить время Я догадываюсь Что здесь Могут быть Еще какие-то Ценные Ископаемые Но Фиг уж С ними В любом Случа Я могу После ученых Уже на обратном Пути Заехать Посмотреть Эти ископаемые И не тратить Сейчас на это Никакого Особого Времени А пока Мы просто Будем Кувыркаться На мака И радоваться Жизне Замечательно Хренас Два Я тут Нормально Заберусь Видимо Мне придется Таки Скатиться Вниз Видимо Совсем Вниз Океюшки Поворачивайте Назад Капитан Вы выходите За пределы Района Операции Да я в курсе Ее просто Я же не виноват Что тут Такой ландшафт Что хрен Его нормально Проедешь Одни горы 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 Скалы Горы Скалы Горы Горы Скалы Твою Налево Падать Все время Больно Да Почему Здесь Такой Ландшафт Неужели Вы не могли Сделать Более Приятным Ребята Да Все таки Что касается Ландшафта В игре Он иногда Бывает Очень красивым Но в большинстве Своем Он вашу Мать Зачем Вы так Сделали Ладно Сейчас мы Еще и полетим С вами Чуть О А я кажется А нет Обнаружил То что И так Было Мне еще нравится Что если нажать Карту То если Вы например Куда-то Летите Или прыгаете Вы в этот Момент Как бы Зависнете В невесомости Ага Злые люди Уже здесь Никого нет У меня Нехорошее Предчувствие Та же Фигня Друзья Ну что ж Кажется Нас что-то Ждет Нехорошее Ладненько Я надеюсь Все готовы К бою Хаски Хаски Это хреново Ну благо Теперь мы По хаскам Дамажим Очень больно Правда И они по нам Дамажат Не менее больно Но Ясно Понятно Рекс Да хрен Тебе Не так-то Просто взять Противный Хаск Что Думаешь Ты лучше Чем твои Друзья Хрен Тебе Значит И здесь Присутствуют Геты Это значит Что у нас Скорее всего Колонизация Проходит Очень хреновенько Кстати Вот там По-моему Что-то Можно взять Да О Штурмовая винтовка Снайперская винтовка Круто Пятый уровень Штурмовых и снайперских винтовок По-моему Максимальный Который здесь Можно найти Насколько мне Не изменяет память Шестого По-моему Здесь нету В принципе Хотя я могу Конечно же Конечно же Могу ошибаться Но Тем не менее Внутри Мы ничего хорошего Не обнаружили Совсем Так Так Сложность Дешифровки Низкая Отлично Низкая Сложность Нам Подходит О Так Здесь еще И не один Шкафчик Давайте Сохранимся На всякий случай Ручное Отключение Не хотелось Просто Лишний раз Использует Пенициллин Как я уже Говорю Поэтому Есть смысл Есть смысл Все-таки Использовать Что-то Более Интересное На последней Прям буквально Миллисекунде Завершил Замечательно Сохраняемся Очень неудобно Знаете Когда вы Включаете Как сказать Точнее Не включаете А знаете Когда вы Проворачиваете Мышку Вбок Не очень удобно Ориентироваться Ну лично Мне не знаю Как вам Может вам удобно Мне не очень На Здесь Торнадо Лучше Что касается Брони У крогановской Брони У нас Особо Здесь Нету Поэтому К сожалению Придется Тебе Пока Ходить В этом Так Давайте Давайте Им Быстренько Сделаем Как-нибудь Вот так Хотя Стоп 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 Теперь У нас Нужно Дробогик Прокачивать Ну да Он у тебя Собственно Собственно Он у тебя И так Прокачан Так Бронебойный Урон Синтетиком Урон Синтетиком Плюс 30 Бронебойные Варфрамовые Улучшенный Прицел Максимальная Точность Давайте Вот так Сделаем Будет У него Просто Убийственный Урон На самом деле Так Теперь Что касается Гаруса Так как Он у нас Все-таки Ходит Больше С Этим Оружием Мы Сделаем Стабилизатор Стрельбы И 45% Токсичного Урона Кстати Нам тоже Нужно Поменять На Токсичный Урон Хороший Ага Черт Я Как-то Чуть Прокакал Токсичный Урон На Гаруса Ну Ладно Я думаю Что Мы Не Последний Урон Который Мы Найдем Еще Единственное Что Надо Сделать Это Сканер Поменять На Пятый Уровень Чтобы Нам Было Легче Обнаруживать Кого-либо Все Я Доволен Всеми Изменениями Которые Я В принципе Сделал И Давайте С вами Пройдемся Дальше Выход 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 И Давайте На Следующее Место Так Теперь Нам Нужно Вот Сюда И Оттуда Мы Уже По идее Проедемся Дальше Здесь Уже Нас Поджидают Причем Враги Конкретно Не Кто-то Именно Они Родимые Все Жители Колонии Изменились Мягко Говоря Ну Если Кто-то Стал Хаском Его Уже Не Спасти Поэтому Здесь Нет Особого Смысла Пытаться Что-то Сделать И Просто Приходится Их Уже Убивать Потому Что Мы Ничего Не Можем Изменить Хаски Это Уже Не Люди И Не Роботы Это Некое Подобие Киборгов Таких Непонятных Правда Слабомыслящих Которые Являются Просто Боевыми Единицами И Просто Убивают Всех Подряд Так Давайте Посмотрим Что же У нас Здесь За Месторождение Довольно Большое Кстати Это Берилий Сохранюсь Мало Ли Вот Такой К примеру Случай Потому что Здесь Довольно Неудобно Было Добывать Добыли Мы Тем не менее Новый Уровень Кстати Давайте Как раз Таки Его Расставим Итак Что Мне Нужно Урон От Оружия Увеличивается Участь Здоровья На 20 Прокачаем Ко Мы Боевую Броню Я думаю Что Есть Смысл Боевой Броню Гарус Давай Ты У нас С тобой Начнешь Наконец-то Носить Хорошую Хара У тебя Одно Очко Серьезно Я надеюсь Что он Начнет Носить Хорошую Броню Ну ладно Хорошая Броня В принципе У нас Для него Есть Но Как видите Проблема Заключена В том Что он Не может Пока Ее носить А Ну и Да Мы же Забыли Еще Про Рекса Рекс У нас Будет Даже Не знаю Что Собственно Сделать Учить Длительность Тазиса Кроган Воитель Восстанавливает 5 единиц Бла Бла Бросок Увеличивает Длину Броска Так Иформация А броня У него По-моему И так Сама По себе А Нет Вот он Использовать Тяжелую Броню Может Давайте Тогда Физ Подготовку На 20% Увеличивать Здоровье Собственно А что ему Еще ставить Надо уже Будет Крогановскую Броню Все-таки Найти И найти Где-нибудь Полезные 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 Вещи Так Выход Отлично Хасков Больше Нету Сохраняемся И Идем Идем Дальше Так Нам Нужны Естественно Дробовики Ждем Пока Хаски К нам Подбегут Так Гарус Как правило Гарус Все-таки Мертвый Сложность Дешифровки Низкая Ну да Действительно Никакой Особо Большой Сложности В этом Я Не Увидел Ладно Давайте Зайдем Сюда А мы Не можем Зайти Сюда Что Самое Интересное Блин Я все время забываю Что здесь не надо Перезаряжаться Добивает Тот момент Когда вы Постоянно Пытаетесь Перезарядиться А вам Это не надо Как бы Делать Подобрали Четыре Пенселина Оружейный Шкаф На всякий случай Сохранимся В принципе Все Все хорошо Так Ну че Поехали тогда В следующее место Раз здесь Мы больше В принципе Ничего не на Понятно И кое-что Найдем Таки Крио Патроны Так Ну теперь Нам в любом случае Примерно Сюда Потому что Нам как-то Надо всю эту Гадость Объезжать Желательно Не особо Часто прыгая Ну То есть Чтобы не было Вот как я Сейчас делаю Да И заезжать Вот на вот эту гору Да В принципе Здесь мы больше Ничего Не найдем Такого Интересного По крайней мере Воу-воу-воу-воу Сохраняемся На всякий случай Я стал часто Сохраняться Потому что У меня уже Несколько раз Вылетала игра Я бы не хотел Чтобы она Вылетела Окончательно И я не смог Вам показать Чего-то конкретного Ой Боже ж ты мой Как же ты Подпрыгиваешь Ладно Мы выходим И заходим Естественно Сохраняемся И идем дальше Здесь скорее всего Будет помимо Хасков Геты Это значит Что дробовики Нам Не очень хорошо Помогут Но все же Помогут Ладно Посмотрим Кто там будет Смотря Так Ууу Как-то это было Близко К моей смерти Я бы даже сказал Слишком близко К моей смерти Я так не хочу Вставай Лентяй Всегда готов Помочь Да это я Тебе только что Помог Я тебя Поднял Так сказать Самую малость Очень смешной Гарус персонаж На самом деле Довольно веселый Особенно Когда знаете Он постоянно умирает Никогда не выживает В бою Ну то есть Не Он конечно же Бессмертный Как бы Априори Но Было бы Совсем печально Если вы знаете Ваши бойцы Постоянно умирали Как в том же Самом Икскоме Например Это было бы Вообще Очень печально Но здесь Вы можете Как бы Восстанавливать Поэтому Здесь все Хорошо С этим Так что же У нас здесь Произошло Что же Здесь не так По карте Мы можем Еще прогуляться Вот сюда Что я в принципе И сделаю Я думаю Что это будет Не ли Окей Просто пустая комната Настолько ленивые Разработчики Самую малость Окей Упс Вот так вот Агитаган Все остальное Так Набор улучшений Взять Терминал Мы попозже Откроем Угу Но мы все равно Взяли то Что нам было нужно Здесь как вы видите Куча просто всего Лежит Полезного Потом прилетать Сюда было Просто необходимо Ну и естественно Терминальчик Открыть Первопроходческая Группа колонистов Обычно состоит Из нескольких Десятков специалистов Совершенно очевидно Что никто из них Не выжил Членам группы Цербер Придется ответить За то Что здесь Произошло Ну и что мы здесь Встали Сам не знаю Прилетели Зачем-то На непонятную Планету Встали Стоим Ждем Чего-то На самом деле На этом Скорее всего Дорогие друзья Будет Закончено Сегодняшнее Закончено Мы перелетим И все будет Хо-ро-шо Такие вот дела Ну а я же Хочу пожелать вам Всего хорошего Дорогие мои друзья Как всегда Не забывайте Подписываться Если вам понравилось Видео Ну и смотреть их дальше Соответственно Конечно же Всем спасибо За просмотр Мои дорогие друзья И пока-пока Мои дорогие друзья